Ещё раз здравствуйте. Темой сегодняшнего семинара является моё учение о Земле. Прежде всего, следует рассмотреть в данной структуре учения, что Земля предназначена исключительно для того, чтобы люди жили. То есть все проявления Земли в плане именно, например, внешней структуры, структуры взаимодействия с внешним пространством, структуры именно Божественного развития направлены на то, чтобы человек жил. Поэтому, рассматривая данную структуру учения, прежде всего, сразу же можно рассмотреть параметр, в том числе и спасение Земли от возможных глобальных катастроф. Для этого необходимо рассмотреть ту глубинную связь Земли, например, с человеческим сознанием, с тем, что на территории, да, вот именно Земли сверху, скажем, происходит в плане, там, например, возможной катастрофы от бактериологической, в том числе и уничтожения возможного. Потому что Земля очень реагентна к структуре, например, сверхбактериального типа. То есть вот бактериологическое оружие, по сути, также может вызвать структуру разложения Земли на фрагментальную составляю, от чего достаточно, в общем-то, в настоящее время не изведано в достаточной мере. Поэтому, когда мы говорим о структуре Земли, мы, прежде всего, должны рассмотреть параметр развития человека в сторону именно глубинного, глубокого понимания Земли в структуре Создателя. Потому что Земля — это также часть Создателя, это также структура развития Бога в плане именно бесконечной жизни. Соответственно, она должна быть наделена функциями вечного развития. И вот отсюда вполне можно рассмотреть уровень вечности Земли как структуры, развивающиеся вместе с человеком. Если мы рассмотрим данную позицию так же, как и структуру развития Земли в сторону человека, в том числе, то становится понятным, что в моем учении о Земле передачей информации, именно обучающей информации, является именно то, что, прежде всего, Земля создана для вечной жизни. Тогда обучение происходит практически мгновенно, от термина даже «Земля». Вот здесь есть смысл рассмотреть ту позицию мира, что иногда термин обладает структурой как бы вечного или бесконечного управления. Вот в данном случае, Земля обладает именно термином, например, вечного управления даже через структуру последнего, например, гласного звука. Да, если мы говорим «Я», то мы подразумеваем, что, например, там «Я» — Личность. И если мы хотим, значит, рассмотреть структуру в пределах, ну, в пределах своего сознания «Я», где я нахожусь, то понятие «Земля» конкретизирует место. То есть Земля — это место, да, развитие человек. И при этом вот такой, казалось бы, дискретно разбитый термин там «Земля», то мы всегда всё-таки в восприятии подразумеваем, что Земля и человек — это то, что едино. То есть человек рассматривает Землю как структуру своего роста и развития. И поэтому в моём учении о Земле, прежде всего, надо рассматривать духовную связь человека и Души в плане восприятия Земли. То есть человек на духовном уровне воспринимает, вообще говоря, развитие своей Души в структуре Земли. То есть прежде всего Земля, получается, в области коллективного сознания состоит из Духа человека, расширенного на познание Души. Когда мы данную, ну, там, в фразеологии начинаем разбирать, то получается, что для того, например, чтобы человеку восстановиться, вот, предположим, восстановить здоровье или сделать воскрешение, или, например, само воскрешение произвести в структуре взаимодействия с Землёй, здесь важно рассматривать состояние Души человека в восприятии Земли. То есть человек воспринимает Землю как духовное состояние его Души. Вот здесь вот очень важный термин в плане того, что Душа ещё имеет определённое духовное состояние. И вот этот уровень духовного состояния, также как у физического тела Единого Бога, олицетворяет то, что Дух человека, он, в данном случае, рассматривается как проекция Души Создатель, то есть Единого Бога, на Землю. Вот когда вы эти термины начинаете, например, ну, предположим, там, выписывать или прослушивать многократно, то здесь видны связи между духовным состоянием Души, между, вообще говоря, Душой человека и формированием Земли. Как только мы подходим к этой точке познания, мы получаем, что Душа человека вполне точно знает любой параметр Земли. В принципе, у Души и так есть, в общем-то, знания о всём мире, но, значит, именно о Земле знания, в первую очередь, находятся на клеточном уровне человека. То есть, человек воспринимает Землю как совершенно близкую, или, можно сказать так, самую близкую структуру в плане вечного развития. Ну, если, например, экстраполироваться и рассмотреть такую позицию, что есть некий, например, там, объект, который развивается в космическом пространстве, и он нацелен на вечное развитие, и вот такой объект — это Земля, то мы с данным объектом можем производить определённые элементы взаимодействия. То есть, просто логически поставить задачу. И рассмотрев, какие элементы взаимодействуют с точки зрения именно Бога, то первым элементом является именно существование данного объекта в условиях бесконечного пространства. То есть, в условиях, когда, например, с какой-либо из сторон, там, возможно, появление, предположим, кометы, возможно, некий неизвестный процесс, тогда, получается, сам объект должен взаимодействовать, например, с человеком, да, для того, чтобы найти выходы из этой ситуации. То есть, этот объект, ну, фактически, он обладает теми же свойствами развития, что и человек. И поэтому, когда мы, значит, говорим о том, что, значит, происходят, ну, какие-то, вот, там, ядерные испытания, да, происходят какие-то проблемы в экологии на Земле, то, с другой стороны, можно рассмотреть, что Земля, например, да, допускает данные структуры, если рассматривать именно как структуру жизни Земли, то есть, Земля как живой организм, для того, чтобы были какие-то элементы дальнейшего развития. То есть, Земля поступает, в данном случае, разумно, позволяя человеку, например, да, производить какие-то действия на поверхности, или, там, например, там, в глубине, да, значит, где-то под поверхностью планеты. Здесь получается, что структура развития Земли выглядит как вполне разумная структура, связанная с тем, что, если, например, очень большая, там, планета, то какие-то, значит, ну, структуры более мелкого характера, там, предложим, для Сатурна, там, взаимодействие с той же кометой, которая для Земли опасна, ну, совершенно, в общем-то, беспроблемно получается, что Земля может идти по пути, например, увеличения размеров, да, самый простой путь – это, когда люди воскрешаются, размеры увеличиваются, то есть, один из статусов развития Земли – это воскрешение, получается, ушедших. И второй статус, если, например, там, в неких фильмах показывают, что можно, там, разработать оружие, некую комету, можно, предположим, там, да, остановить взрывом, но, реально, Земля не развивается в структуру, именно, как бы, взрывного характера. По сути, Земля, как структура Бога, она дает только созидательное развитие. И вот эти вот системы развития, именно деструктивного свойства, там, например, макроядерное оружие – это больше, как структура, больше развитие разума человека, в плане, именно, свободы воли. То есть, человек может, конечно, там, испытывать какие-то системы, но для Земли, для ее реального спасения, системы глобального уничтожения, они неэффективны. Поэтому я сейчас больше говорил о таком слове, как структуры, только структурные системы связей, например, духа человека и Земли, или, там, души человека и Земли. По сути, есть система принципиальных связей, которые говорят о том, что Земля и человек – это есть единство в плане вечного развития, по крайней мере, как колыбель, да? Человечество и цивилизация, Земля, естественно, расположены на том, что за Землей всегда сохраняется информация первоисточника, например, там, в вечном развитии. А если мы рассмотрим простую модельную задачу, чисто, может быть, механическую, вот, есть элемент вечности, ну, примерно, там, некая, там, большая сфера, где все элементы вечны, вот, центр сферы тоже должен быть вечным. И если мы зададимся вопросом о Вечности, где начальный уровень, который привел, да, ко всей внешней структуре Вечности, то, задаваясь таким вопросом, для человека мы приходим к Земле. И когда мы задаемся вопросом вообще, в принципе, на духовной основе, то мы приходим тогда к Богу, причем к физическому телу единого Бога, которое также взаимодействует с Землей фактически на том же духовном статусе, что и человек. Ибо, пришедший, например, в физическом теле Бог, он также ходит по Земле, и получается, что в данном случае это тот критерий, который его на духовном уровне не отделяет от человека. То есть Земля — это статус духовного, в общем-то, сподвиженства Бога и человека. Бог и человек на Земле имеют равный статус развития. Потому что логически понятно, что если говорить про Луну, то люди там ходят в скафандрах, предположим, и это не естественная среда обитания для человека. Но если мы хотим развиваться в сторону там бесконечного пространства, то понятие скафандр, то есть то, что похоже на тело человека, по крайней мере отражает его форму, да, и содержит, например, кислород для начала, то эти системы, они, в общем-то, взаимодействуют все равно с формой человека. И получается, что задача всей внешней, как бы атрибутики развития, предположим, человека — это также сохранение его формы, по сути, которая, чем ближе к телу человека, тем ближе обретает параметр формы человека. И когда мы с этих позиций рассмотрим, например, Землю, и при этом смотрим, что она все-таки больше сфероидальной, то мы переходим к структуре, больше связанной, например, с физическим телом человека. Например, там, можем рассмотреть, что голова человека, как ближе к как бы сфероидальной структуре, и к которой как бы больше соотносят продукты, да, мышления, воспроизводит мысль все-таки ближе к сфероидальной форме. То есть получается, в материальном уровне для Бога материальная структура, там, развития мышления — это есть в материальном проявлении Земля. То есть Бог практически мыслит такими категориями, там, в первую очередь, да, как Земля, которая нужна для жизни людей. То есть вот мышление Бога в данном случае становится более понятным, когда мы, например, ну, хотим, чтобы там, на всей Земле был мир, счастье, не было войн, то мы, прежде всего, подразумеваем то, что Бог логически заложил в плане том, что, естественно, когда человек живет, он должен иметь какую-то основу для жизни. И дальше, продолжая развитие в сторону человека, ну, я говорил о том, что скафанур больше похож на тело человека, чем, например, там, космический корабль в виде ракет, то здесь получается, что вот эта вот схожесть с физическим телом человека переходит в структуру как бы сфероидальных процессов. То есть мы видим на отдалении большом там какие-то, например, оптические системы видят сияние звезд, какие-то планеты больше как бы в виде проекции круга и так далее. И получается, что вот чем мы ближе, в общем-то, по сути, приходим к структуре той, как Бог взаимодействует с человеком, в общем-то, давая ему жизнь, по сути, да, то мы приходим к структуре именно сфероидального взаимодействия. Например, проекция отдаленного будущего — это и сфера для человека в визуальном пространстве. Если мы эту проекцию переводим в структуру отдельного объекта, то есть эти сферы переводим в структуру ландшафта, природы, мы видим, что при перетекании в объект эта сфера как бы спускается, и мы видим, в общем-то, ландшафт. То есть мы можем наблюдать, зная структуру развития Земли с точки зрения Бога, человека и самой Земли, как структуры будущего практически перетекают в структуры твердых систем, ну, там, например, в горы, в травы и так далее. Но в большей степени это проще всего наблюдать в горах, где жесткие породы, которые медленно меняются. Тогда мы можем вполне выработать очень эффективный механизм восстановления человека и, вообще говоря, создания условий для его вечного развития в едином, там, в своем физическом теле, как только мы начнем понимать, каким образом будущие процессы, которые мы видим с точки зрения развития Земли, свое физического тела и не разделяем, например, имеющуюся форму тела с формой, предположим, значит, больше как бы сфероидальной, когда мы уже со спутников это увидели, например, в целостности, да, Земли. Здесь получается, что переток осуществляется путем познания все-таки Духа Человека, то есть Дух Человека, который хочет это будущее познать и он видит, как это будущее переходит в структуру например, мира. Получается, что для того, чтобы человек вообще не умирал, ему достаточно отобразить, ну, просто мышлением, форму, предположим, планеты, форму Земли, значит, вообще форму, по сути всего, что он встречает, но, в первую очередь, именно Земли, значит, в свою физическую структуру, а отображение, это есть для Бога, для мышления Бога, это и взаимодействие с Землей, то есть Бог практически создал все условиям, то есть человек наступает на Землю, если он ногой, да, то у него есть все шансы, там, наступать, там, вечное количество лет. Почему, значит, человек, имея такие, там, критерии, все-таки попадая в систему, предложим, там, биологического уничтожения, здесь возникает диссонанс именно со структурой мышления Бога и человека, то есть, если человек мыслит путем визуализации образов, которые он видит в виде, как бы, линейных систем, то Бог в многомерной системе, естественно, мыслит, как бы, ну, в первую очередь, там, например, да, для человека сначала есть Земля для его вечного развития, именно жизни, а уже потом он может выходить на структуру человека, как, в общем-то, того уровня, что человек ходит на Земле, и она дает ему средства для развития, это логическая модель. На духовном уровне Бог рассматривает человек, как основу, вообще, развития Земли, как основу в структуре Земли, и поэтому эти сочетания, приводят к тому, что стоит только выйти на продукт мышления такой же, как думает Бог, и мы вполне имеем, открывается вот эти коридорные, так называемые, ну, системы, то есть оптическая линия очень быстро развязывается перед вами, и бесконечное количество комбинаций, ну, там, нормального развития или, там, какого-то вариабельного развития переводятся в норму, то есть Земля — это и есть критерий нормы с точки зрения Бога для человека, то есть если мы рассмотрим этот процесс, как процесс нормирования, мы видим, что все другие виды, там, животных, рыбы и так далее, планктон, птицы, все, что находится на Земле — это есть структура варьирования нормы, то есть если где-то есть радиоактивный уровень высокий, то там птицы могут тоже, значит, попасть в фазу поражения. И получается, что если мы рассмотрим линии развития, например, Земли и растительности как системы фактические нормирования, да, указания пути развития человека, то, в общем-то, получается, что путь, в общем-то, человека, он, прежде всего, направлен на то, что вы видите структуру вашего, например, вечного развития, даже когда вы смотрите на обычный объект какой-то вот, ну, земной природы, там, летает бабочка или, предложим, вы смотрите на траву, то есть это есть координаты того, что если здесь, например, есть трава, да, значит, здесь возможна жизнь в этой точке. И при развитии, например, в другие миры, при нормировании именно структуры здоровья, то есть человек должен быть здоров, но, например, развиться в любую другую систему. Тогда критерием является, опять же, очень простые комбинации, в общем-то, земной жизни. Почему там сейчас проводится много опытов по созданию условий, там, для жизни растений, например, да, в полете. И получается, что вот этот элемент, как бы, перетекания внешней структуры уже, например, к растениям, там, к животным, и уже подходя, например, к человеку, то есть внешний ландшафт из будущего развивается к вам, и когда он подходит к человеку, вот здесь развитие останавливается, потому что здесь уже есть человек, который изначально создан Богом для того, чтобы иметь вечное развитие. Здесь возникает следующий уровень взаимодействия. Здесь человек начинает действовать на Землю своей структурой, то есть своей личностью, и, в общем-то, реально в логике это вливается в то, что человек действительно может там повлиять на экологию, действительно система глобального уничтожения возможна, например, да, и так далее. И тем меньше остается этой возможности, тем больше человек понимает именно глубокую внутреннюю структуру взаимодействия Земли и человека, то есть Земли и Бога, и того, как вообще Бог, значит, показал Земле, так можно сказать, да, что Земля должна делать во взаимодействии с человеком, тогда будет проще, то есть есть один общий уровень, Бог указал на развитие, например, и уровень следующий, что данное развитие должно быть одновременно пройдено там и землей и человеком. Тогда получается, что, если сравнивать там, например, ну, с некой картой навигации, да, в развитии, в передвижении средств, например, там, бесконечного развития, то получается, что достаточно одновременно получить кома, то есть понять правильно, Земля должна понять правильно, да, и человек, тогда получается синхронизация в развитии. И данная структура понимания, на самом деле, в первую очередь, это выливается в структуре развития животных, то есть в понимании животными практически того же самого, что понимает и знает человек, ну, может быть, не в полной мере, там, не обязательно, там, технологические аспекты типа машин, но именно в понимании одного и того же. Почему, например, там, ну, в Древней Индии, прежде всего, рассматривались животные, которые близки человеку, да, предложим, коровы, им давались, ну, возможности, в общем-то, со-развития для того, чтобы, в частности, может быть, они не именно так вот, как я сейчас говорю, рассматривали позицию развития, но вот, с моей точки зрения, это именно потому, что, значит, структура развития животных в свободе и в данной свободе от людей и от Бога, она бы приводила к тому, что интеллект этих животных был бы, ну, таким, что, например, корову перестали бояться, да, там, человека и начали бы развиваться в сторону, в общем-то, нормального взаимодействия с точки зрения единых критериев, там, критериев вечного развития, критериев, там, разумного развития и так далее. Получается, что здесь вот этот элемент взаимодействия, он для Бога является сообразным каноном, когда человек, значит, приходит к тому, что он не уничтожает, там, да, ореолы обитания, там, предположим, животных, он создает условия для, значит, жизни, там, например, растений, лесов и так далее. И здесь получается достаточно гармоничный уровень взаимодействия в плане, как бы, диагностических систем, когда человек это понимает и делает, как бы, на физическом уровне, он, получается, находится в рамках, в общем-то, одной и той же команды, даже на логическом плане. Для Земли важно, чтобы росли растения, например, да, и для человека тоже важно. То есть команда выявлена в виде, например, фотосинтеза, конкретного растения. Это и есть команда, например, да. Если смотреть дальше, что происходит дальше, там, в виде животных, животные, которые, там, развиваются в данном ореоле обитания, для чего-то оно развивается, вот, для чего-то же нужны, там, волки, предположим, да, там, олени и лось. Если мы рассмотрим этот уровень взаимодействия, то поставив задачу, как сделать так, чтобы, там, волк не был агрессивен, там, к лосью, да, предположим, чтобы он его не съел, тогда получается, что для этого человек должен, там, волка обеспечить, предположим, каким-то, может быть, синтетическим питанием. Но, значит, когда мы рассматриваем такую регулирующую, как бы, функцию человека, то мы приходим к мысли, что, в принципе, тогда действительно человек должен вмешиваться в структуру управления, значит, да, внешней природой на определенном уровне, там, своего развития, чтобы, значит, было соответствие именно тому, что все системы, даже, в общем-то, агрессивного уровня развиваются синхронно, одновременно и в сторону, как бы, доброты развить. То есть волк не съедает, там, олени, там, лося, потому что человек его накормил, то есть человек создал условия. Человеку дано, значит, привести некие, некие агрессивные системы, там, да, системы, в общем-то, параллельного развития в виде неагрессивного уровня, тогда человек начинает познавать, а как, вот, существовать в том мире, где есть возможное глобальное уничтожение, например, да, как он может технологию взаимодействия, там, с волком, когда волк не съедает, там, другое животное, перевести на то, чтобы не взорвалась ядерная бомба. И здесь, кстати, возникают совершенно конкретные технологии, которые направлены не только на то, чтобы, там, не взорвалась бомба, да, но и направлены на то, чтобы, там, излечить, предположим, от четвертой стадии рак, излечить неизлечимые болезни. Например, в некоторых работах я проводил управление, где, например, рассматривая такое взаимодействие, как структура животного мира, одна система, там, хищник, другая, предположим, та, которая не является хищником, очень просто видно, как происходит, значит, воздействие для того, чтобы не было мутации клетки и не происходили, например, там, злокачественные процессы. То есть анализ этих процессов дает очень сильную систему восстановления. Для того, чтобы, например, восстановиться, да, человеку при заболевании, ну, том же, как, там, четвертой стадии рака, достаточно ему себя, там, ну, мысленно вывести в структуру, там, волк или, там, некий хищник, неважно кто, там, некий, там, динозавр хищный и другой, не хищник, и постараться сделать так, чтобы хищник не съел этого, как бы, не хищника. То есть усилием воли, системы управления постараться найти свое место, да, чтобы не произошло вот этого, в общем-то, агрессивного проявления системы. Тогда происходит излечение от достаточно серьезного заболевания. То есть один из элементов данного управления, например, часто изложен, там, в каких-то техниках, что человек приходит к дереву, если он найдет правильное месторасположение между деревьями, да, то он излечивается. Здесь, в общем-то, та же самая система, но в более слабом, может быть, сигнальном уровне, что если одно дерево взаимодействует с другим гармонично, то человек, да, входит в фазу восстановления. Это, в общем-то, технология, которая дается просто, в общем-то, обычным уровнем, там, растений, животных и так далее. И получается, что для человека и для Земли опять одна и та же, но уже интеллектуальная задача. То есть создать систему нормы развития любых видов, там, биологических систем, и при этом создать условия, чтобы, например, там, ушедшие, а не обязательно воскресли, то есть создать следующую систему развития, исходя из, например, существующих, там, геометрических систем, как бы, сдерживания. То есть логически, откуда, казалось бы, можно было взять, что, там, Земля, там, может увеличиться, но за истекшее небольшое, в общем-то, время, порядка двух с половиной лет, уже масса Земли усилилась, ну, как бы, она даже усилилась концентрация по общийскому диапазону, что, во-первых, много идет внешнего вещества на Землю, но здесь даже, если прочитать весь диапазон, увеличение массы Земли через спутниковый контроль, оно не сопоставимо больше, чем, как бы, все внешние, там, метеоритные дожди и так далее. Причем ширина Земли увеличивается буквально, там, на миллиметры, там, за год в некоторых районах. И получается, что, если вот этот процесс рассматривать в комплексе, то понять, что для, как только человек, там, воскрешается, или, там, 10 человек, объем все равно возрастает. Вот масса, связанная с реальным духовным действием человека и одновременно Бога, ну, например, восстановлению жизни. И когда мы рассмотрим такой процесс, как, предположим, вот кости, там, древних животных, они существуют интервально, то есть через какое-то определенное время этих костей уже не находят. Например, там, минус 5 тысяч лет в каких-то регионах, например, практически не находят костей, предположим, людей, там, или каких-то видов животных, а в тот момент, когда исторически вроде бы известно, что здесь были, да, например, там, по крайней мере, значит, те животные, которые, значит, зарегистрированы, там, в ближайших ареолах обитания. И здесь есть определенный ракурс, что через определенное время Земля, она сама восстанавливает структуру этих животных, ну, например, там, в следующем, там, пространстве, может быть, в другом месте. С точки зрения развития, например, разных видов и систем, такой механизм достаточно известен в плане существования, так называемых, протоковых подземных рек. То есть идет, как бы, перенос большой массы, там, вещества, и возникают, в общем-то, элементы развития, предположим, костной ткани, но уже в живом виде. То есть Земля обладает системой восстановления человека, там, или других видов животных в живом виде. И когда мы, например, этот механизм начинаем исследовать, мы видим, что система заселения разных материков там и так далее объектов имеет, в принципе, другой ракурс развития, нежели там механический. Не только там перемещение самих людей или там каких-то животных в разные регионы, но и собственный механизм развития Земли по отношению, например, к будущему процессу вечного развития. И здесь получается, что как только мы начинаем понимать, что Земля — это достаточно активный уровень взаимодействия, да, например, с человеком, с будущим развития самой Земли, то мы понимаем, что некоторые там зелемотрясения можно, например, профилировать, если мы знаем, почему, как бы, мы имеем, например, там, ну, некую такую встряску для Земли в данном элементе временного развития планеты. Здесь достаточно выйти на время развития планеты, и получается, что через определенное время там, где, например, нет костей, значит, здесь люди восстановлены. То есть они, получается, просто воскрешены через какое-то время. И когда мы, например, начинаем анализировать этот процесс, то получается, что, например, там, для костной ткани даже человека, если рассмотреть структуризацию, как бы, костной ткани при росте человека, ну, при развитии, вот, внутридробного развития в плане, там, начальных даже периодов, там, первых недель, то костная ткань, она растет по такому же принципу, как Земля развивается в бесконечность. То есть она так структурирована, как бы, на молекулярном уровне развивается. Если, ну, соотнести эти модели, то, продолжим, даже сняв послойную спектрограмму, мы получаем то же самое, что и оптический диапазон внешнего космоса. В тот момент, когда, если мы рассматриваем внутрь, то есть извне ткань, то мы видим структуру человека. То есть, получается, человек на механическом микроэлементном уровне всегда приходит к своей собственной форме. Но, в принципе, это относится, и вообще говоря, к любым другим видам, значит, которые существуют на Земле. За другие, там, предположим, какие-то системы или по другим планетам здесь как-то определенно, можно сказать, только, например, отправив космический корабль или развивая свою, собственно, духовную систему диагностики. Но, по сути, на духовном уровне любая система мира, она так и развивается. Получается, что система развития Земли, в плане, ну, может быть, там, новых каких-то знаний технического, научного характера, она позволяет взаимодействовать в плане том, что Земля — это также и, в общем-то, структура, обладающая системой вечного развития. В отличие, например, от человека, если человек это делает душой, в большей степени, да, например, там, воскрешает другого человека, то Земля — это делает как раз-таки уровнем, то есть физически проявленным. Ибо Земля — это как форма мысли Бога единого. Мы можем видеть, что из Земли может произрастать конкретно, например, там, физическое тело человека. И когда, ну, предположим, один из элементов, там, восстановления людей в достаточно, ну, там, в древних цивилизациях был элемент взаимодействия частями тела, там, предположим, там, землей, там, ранения, предположим, на левой ноге, можно было вылечь, если там, прикопать, как бы, землей правую руку и правую ногу. И больше того, там, например, больше иногда кисть правой руки или там всю правую ногу, то есть там были какие-то техники очень серьезные взаимодействия с Землей. Многие болезни излечиваются разными такими элементами, ну, сейчас осталось, что вот какие-то существуют, там, грязевые ванны, там, и так далее, то есть то, что действует как бы на только ряд заболеваний, и то в комплексном применении. Поэтому взаимодействие, предположим, Земли и человека в плане именно жизни человека, это основной аспект профильности Земли. Если мы рассмотрим, предположим, ну, такой элемент, что, вот, предположим, рассматриваем звук дятла, который стучит по дереву, тогда получается, что этот звук в большей степени раздражает человека, нежели, например, звук, ну, какой-то другой, потому что ясно, что дятел, вообще говоря, пробивает само дерево. И при сравнении, например, этого звука с любым другим, оказалось, что этот звук очень конкретно и прямо действует на ген человека, напрямую. Он как бы обходит даже структуру физического уровня человека, потому что человек изначально знает, что происходит некий процесс уничтожения. То есть любые процессы уничтожения, которые визуализируются слухом, там, зрением, они напрямую влияют на генетику человека. Когда мы рассматриваем процесс взаимодействия на духовном уровне, то есть просветленные люди, те, которые, ну, обладая системой ясновидения, они могут также воспринимать все, что происходит далеко извне, да, на том уровне, что это отражается там в их сознании. И задача стоит следующая, чтобы такого, например, да, не происходило, в первую очередь. То есть развитие ясновидения, да, например, через генетическую систему, возможно, получается, в общем-то, через слуховой параметр. То есть сделать так, чтобы не уничтожалось дерево, надо знать, где находится дятел, да, и его, например, спугнуть. Значит, на слухе это понятно, но если дятел находится очень далеко, и как с ним договориться, чтобы он там не долбил дерево, если там это его еда, предположим, да, возникает элемент, значит, взаимодействия с целью, предложим, там, некое государство имеет агрессивную систему ядерного оружия. И, в принципе, система там нападения, пусть не ядерного оружия, это система развития государства, позволение, значит, держать политическую систему в нужном уровне, там, населения и так далее. Это, в общем-то, задача, похожая на ту задачу, что, если дятла не согнать рукой, то на политическую систему тоже можно повлиять путем, как бы, управления через управляющие ясновения. И когда мы начинаем какие-то элементы природы сравнивать с системой, например, там, политик, социального развития, то мы видим, что Дух Бога, самого Единого, причем Бога, проявлен в совершенно мелких элементах реальности Земли в плане том, что любой элемент взаимодействует со всей социальной системой, то есть любая микрочастица Земли взаимодействует социальной системой, там, будущих процессов данной Земли, данной территории. И когда мы начинаем входить вот в этот разум Земли, то мы видим, что Земля, она влияет, в том числе, и на уровень того, как складываются отношения, там, например, использование, да, ренты. В некоторых областях они очень простые. При одном и том же законодательстве были, так называемый, экономический парадокс, что особенно вот в начале, там, 20-го века, когда, значит, казалось бы, одинаковое законодательство, одинаковая система рентных отношений, да, в КАП-странах, какие территории все равно не могут порядоваться, быть освоены, другие очень эффективно осваиваются. Здесь идет влияние именно структуры Земли на параметр, например, да, экономического процесса регулирования, казалось бы, человеком. То есть Земля вторгается, в том числе, ну, разумным, в общем-то, способом, с точки зрения человека, и с точки зрения, там, животных, которые там обитают, в систему более развитых, казалось бы, систем, там, экономическим развития человек. Получается, для Земли даны параметры управления, связанные с тем, что более сложной системой также можно управлять. Исходя из этого, человек может считать однозначно совершенно, что, если появляются более сложные системы, там, более, как бы, например, там, развитые, так можно сказать, то уж, как бы, с ними, во-первых, он всегда более развитый, имеет договориться, потому что более развитый, все-таки, то развивает более, как бы, спокойное, более человечное отношение к системе, да, развития самого человека. Потому что, в первую очередь, они видят человек, который, например, значит, ну, скажем так, не имеет, да, такой технической системы развития, хотя, с точки зрения Бога, человек, он может управлять, вообще говоря, любой системой, как так же, как любая система, любой другой. То есть, вот этот уровень очень четко проявлен на примере взаимодействия Земли и человека, где, казалось бы, инертный уровень в механическом понимании, такой, как Земля, проявляет очень сильные, разумные функции, да, управления. И здесь мы можем вполне рассмотреть такой процесс, как процесс, в общем-то, по сути, роста сознания человека в сознании Земли. Вот здесь, именно в моем учении о Земле существует такой, в общем-то, специальный уровень развития сознания человека, как развитие сознания в сознании, где один уровень неразрывен с другим. И если сознание человека начинает, значит, развиваться в структуре именно вечного развития, то есть на сознании человек понимает, что это нужно делать, что человек должен иметь вечное развитие, тогда, получается, и сознание Земли начинает развиваться уже, как бы, интеллектуальным взаимодействующим путем с человеком в сторону, также, вечного развития. Тогда очень многие процессы разрешаются путем просто взаимодействия мышления и человека. Мы предложим, там, библейские, да, эпизоды, когда, там, раздвигается море и так далее. То есть взаимодействие Земли и человека в плане именно структуры Вечности, это достаточно доступная, по сути, технология, которая может позволять регулировать климат, может позволять регулировать, например, там, систему орошения. И, в принципе, вот, по сути, для вечного развития Земли нужно понимать именно органическую структуру взаимодействия Земли и человека. Например, если брать некоторые древние цивилизации, которые, в общем-то, развивались и осваивали, например, пустынные территории, которые сейчас уже стали пустынными, или изначально они начинали осваивать, но потом все равно превращалось это в пустыню, то, значит, элемент развития первичной был, в общем-то, праймерс, они умели орошать, но дальнейшее, ну, как бы, потребительское, да, отношение приводило, например, к опустошению Земли. Поэтому с точки зрения Земли человек, конечно, должен дать больше, там, как можно больше, чем он, например, там, может взять. То есть вот принцип развития человека на Земле – это уметь дать гораздо больше для, фактически, получается, для себя. Это носитель, на котором находится сам человек. И он, если в этот момент дает больше, он закладывает структуру будущего управления, да, для саморазвития. То есть технологические, вот комплекс технологических, как бы, приемов с точки зрения данной структуры моего учения, учения о Земле здесь, можно рассмотреть целый ряд совершенно конкретных технологий, направленных на то, что человек может взаимодействовать в сторону будущего вечного развития с Землей по очень четким критериальным уровням, значит, знания. То есть он знает, вот, что это так, например, и он получает отсюда вечное развитие. То есть первый уровень. То есть зная, что структура, например, Бога, да, Земли, человека, проявлена, например, во взаимодействии с будущими событиями через, например, растения, мы вполне можем сказать, что достаточно просто под определенным углом посмотреть на какое-то растущее растение, мы через систему преобразования выходим на будущие события. Но они, как бы, для нас очень мягкие и расположенные к нам. То есть смотреть на будущее, проще изначально смотреть через структуру растения, да, например. То есть первый аспект, что дает нам данная практика познания Земли с точки зрения, например, сознания человека. Но если мы посмотрим с точки зрения сознания единого Бога, то здесь получается, что, чтобы адаптировать свое сознание к данному просмотру от Бога, мы должны видеть его мысль. То есть мышление, мысль и Земля для него это одно и то же. Тогда получается, что мышление же можно развить любые конструкции, то есть любое в плане именно вечного развития. И получается, что так же, как мыслит человек, он может мыслить, в общем-то, совершенно положительно для своего будущего, или, по крайней мере, определять будущие положительные критерии, то так же и Бог может создать максимально положительное будущее, потому что для него это тоже мышление, то есть бесконечный уровень развития. И вот вариабельность возможного развития, значит, Земли, это состояние мысли Бога. Когда вы начинаете таким образом размышлять, то увидите, что мысль зависит еще от духовного состояния, то есть состояния Духа Бога. Получается, что Бог приобретает человеческие качества, олицетворенные именно Землей, то есть именно исходящие от вечного уровня Земли. Тогда Бог становится ближе. То есть понимание Земли и, значит, способствование ее вечному развитию, это и есть, но так же и, в общем, приближение Бога к своим насущным проблемам. По-логически, конечно, так, если мы знаем закон о развитии, там, предположим, почвы, мы больше можем посадить пшеницу и так далее. И поэтому здесь получается, что, ну, тем более, когда мы знаем, как развивается почва с точки зрения Бога, мы тогда можем сделать пшеницу, например, бесконечно произрастающую, ну, некая система, которая позволяет делать развитие, например, в бесконечном количестве продуктов из одного места. То есть здесь получается, что мы вполне можем использовать, например, технику развития своего сознания в сторону познания Земли для того, чтобы практически совершенно реализовывать эти технологии. Вот в отличие, например, может быть, от технологий, направленных там на какие-то внешние цивилизации, планеты и так далее, именно с Землей можно вполне делать управление, которое будет отслеживаемо вами, как ваша практическая работа. То есть если где-то там засыхает дерево, что он же сделал, чтобы оно не засохло? Если где-то пруд находится в неэкологической, значит, нормальной ситуации, значит, как его почистить, продолжим своим сознанием. То есть когда вы начинаете работать в этом аспекте, то увидите, что Земля вам дает дальше уже, причем гораздо больше. То есть вроде бы, ну, там, вы вложили, значит, например, там очень много или больше, чем там в другую систему, а дальше вы получаете все равно больше, гораздо. То есть вот отдача Земли вам в плане, в общем-то, ну, некого способствования, некой мягкости событий, как то растение, которое, как бы, является неким шлюзом, фильтром для мягкости будущего. Также и Земля — это тот фильтр, та некая, скажем так, призма, которая обеспечивает будущее. И когда мы, значит, рассматриваем эту структуру именно как систему обеспечения, мы понимаем, что уж явно в этой системе обеспечения вообще не должно быть проблем. То есть, например, система обеспечения питанием и питьем человека, она вообще-то, в первую очередь, даже, например, там, на неком космическом корабле должна находиться, ну, в общем-то, в полном порядке. Естественно, что человек должен вкладывать в то, чтобы эта система была абсолютно управляема. То есть, она должна иметь бесконечные ресурсы, она должна иметь структуру бесконечного развития. Если пойти по аналогии, например, этого процесса, то получается, что когда вы, например, рассматриваете процесс того, что Земля восстанавливает систему, то есть, Земля обладает собственными функциями восстановления, и если этот процесс убыстрить, то вы можете вполне получать быструю регенерацию там, самой Земли, почвы, растений и так далее. Но, по сути, от Создателя, от Бога Единого стоит процесс восстановления любого, там, уничтоженного объекта информации или, там, преобразованного. То есть, если было растение, и оно каким-то образом было уничтожено, может быть, даже от смены времен года, то получается, что по закону уже от Создателя это должно быть восстановлено. Получается, что если мы таким образом смотрим на временную ось, то элемент преобразования материи — это структура, по сути, управления временем, но со стороны Земли. Если мы хотим восстановить там любой листочек, который когда-либо существовал в цивилизации, мы должны этот листочек сделать, ну, как бы, принести его в центр мира, дать ему полную свободу развития, тогда вокруг этого листочка именно вырастет пространство, во-первых, Земли, и которое будет совершенно свободным, и тогда человек его может, например, занимать, да? Вот, в принципе, развитие цивилизации, оно примерно так и происходило. Были свободные Земли, человек их занимал. То есть, но если, по сути, это есть то, что явилось первичной нормой мира, то есть задача стояла именно, значит, что все неразрушимо, тогда получается, что человек осваивает новые Земли, да, новые территории. Как только территории заполняет, человек должен их уметь воспроизводить тогда уже сам. Либо, значит, он воспроизводит путем своего мышления, либо они, конечно, нарастают, там, эти Земли, за счет технологии, вот, там, воскрешения, но они нарастают именно для данного человека. А дальнейшее развитие подразумевает наличие у человека возможности расширить, ну, орел своего развития. Здесь даже скорее речь идет о том, что, если, например, орел обитания можно распространить на пассивную систему управления, в данном случае речь идет именно о неком духовном ореоле развития, когда человек сам себе ставит задачи и сам их развивает. Ну, предположим, там, простая задача, как, значит, совместить пространство между Землей и Луной, да. Одно дело может туда, конечно, летать, но другое дело, если набрать технологии и развить путем сознания вокруг себя Землю и кислород, то, в принципе, чтобы не нарушить, например, там, покой той же Луны, и чтобы не дать ей сместиться, надо понимать гравитационные параметры и понимать, что любое другое внешнее тело, оно обладает функциями, там, неприкосновенности, ну, от Бога изначально. Следовательно, вот эта вся внешняя структура вакуума и система, как бы, расположения далекого объектов, это система неприкосновенности внешних систем или, там, внутренних систем, да, по отношению к макрообъекту. То есть во Вселенной, например, крайне редкие процессы, когда, предложим, макрообъект некий, он, предположим, каким-то образом, ну, там, разрушается. Следовательно, вот эти вот макросистемы, то есть внешний мир, то есть внешний, как бы, оптический космос, он таким образом построен, что мы, прежде всего, решаем задачу несоприкосновения, то есть равности развития. Если мы этот вопрос решаем путем логического плана, да, то есть мы говорим, да, мы можем нарастить большое количество Земли, но не затронем внешние планы, мы садим гравитационный параметр своим сознанием, который будет удерживать данные планеты в их месте, тогда мы вполне очень быстро можем, там, например, развить Землю на, там, нужное количество, там, километров или, там, тонн, да, то есть здесь процесс развития больше всего упирается именно в структуру, все-таки, неущимления, как бы, элементов свободного развития других объектов информации, материально выраженных, потому что, если вы, обратите внимание, предположим, вот вы мыслите о каком-то деле и пересечение другой мысли с этой мыслью, это уже возникает некий резонанс, да, и часто это бывает невозможным, то есть вы можете это сделать волевым усилием, там, например, вам надо идти в магазины, одновременно вы мысли о чем-то другом, вы можете сделать другую мысль совершенно на свободном уровне, под структурой своего мышления. Так же и Бог размышляя, Он, например, создал Землю, но пересечение мыслей здесь невозможно, можно сказать только под структуру, то есть развить материю в структуре, когда другая материя имеет тот же смысловой статус. То есть на примере своего мышления мы очень просто можем рассмотреть, как развивается физическая материя материально-проявленного мира. И когда вы начинаете здесь по аналогии, там, с Богом рассуждать, то получается, что вот понятие, как бы, внешнего вакуума, да, это очень плотное, сдерживающее, как бы, вот именно равновесие материи с точки зрения вот этого процесса. И получается, что чтобы нам получить в вакууме, там, структуру Земли, надо только параметры равновесия туда включить, сознание, мы все, но это больше похоже на физику, конечно, вот эти рассуждения, но тем не менее, по сути, это так и есть, то есть можно сделать конкретные системы управления, потому что вырастить орган, да, внутри человека, необходимо всего лишь навсего создать структуру, что ваше действие не заденет, как бы, интересов или, там, свобод других систем, внешних систем. А для этого просто надо знать структуру органа и постараться данный орган просто навсего создать таким, как он есть изначально от Бога. А когда вы, например, данный орган создаете точно таким, какой он есть изначально от Бога, вы получаете очень, в общем-то, устойчивую систему управления, которая именно по аналогии с тем, например, да, как развивается Земля, по законам развития Земли, вы вполне можете синхронизировать, например, значит, там, развитие, например, какого-то органа или, там, воскрешения человека с тем, что Земля, в принципе, развивается по тем же законам. То есть отражая структуру, как бы, внешнего управления, которое исходит от Земли, от структуры жизни, то есть притягивая к человеку, там, атрибуты роста Земли, это значит растение, это значит нормальный, там, природный мир, вы тем самым способствуете, в общем-то, норме человека, одновременно получается норме Земли, потому что норма человека, она одновременно сразу же действует на норму Земли. Это очень такой многозначительный процесс, и, в общем-то, люди сами достаточно давно уже определили, что взаимодействие с природой, по возможности, хотя бы на уровне мышления, там, даже, кстати, просмотром каких-то там сюжетов, уже благотворно влияет на человека, не говоря о том, что если он там реально помогает природе, и в этом плане развивается. Поэтому, с точки зрения моего учения о Земле, очень много существует технологий взаимодействия именно вот с самой Землей, и, в принципе, само взаимодействие, чем вы глубже и фундаментальнее рассматриваете здесь присутствие единого Бога, создателя, тем вы точнее находите систему управления именно по своим задачам. И, по возможности, здесь рассмотрите следующий аспект. Значит, рассматривая те рассуждения, и те доводы, и те примеры, конкретные задачи, конкретную практику управления, которую сейчас я вам показал, значит, по отношению к своей задаче постарайтесь сделать так, просто в качестве концентрации держать эту задачу просто в памяти. И вы увидите, что даже прослушивание, вот, например, этой лекции, по простым, казалось бы, пассивным сдерживанием в памяти задачи, приводит, в том числе, часто к быстрому решению этой задачи. То есть, вот, вообще говоря, этот инструмент и на другие системы лекционные распространим, но вот именно в структуре Земли вы увидите, как Земля и вообще рассуждения, они просто вам помогают, очень причем серьезно и часто радикально. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.